Уважаемые коллеги, уважаемые студенты, рад вас видеть. Здесь есть у нас и молодые преподаватели. Я считаю, что эта конференция, она такая по своему характеру межпоколенческая. То есть мы видим здесь и представителей классической науки, и тех, кто только-только начинает изучать новые сюжеты, истории. И вот я бы хотел обратить внимание прежде всего на политику Испании в этот период на северо-западе Тихого океана. Но и моя тема, она в какой-то степени невозможна без понимания, что такое Русская Америка. И историю Русской Америки, как правило, изучают с эпохи Петра. Вот мы должны обратить внимание на это. Эпоха Петра – это очень важная история. Именно тогда закладываются некие новые отношения между Россией и другими странами. Одновременно в этот период большое значение приобретает русско-испанские отношения. Вот когда мы говорим о русско-испанских отношениях, мы понимаем, что в этот период с 1700 года в Испании приходят власти Бурбоны, приходит новая династия, династия, как бы мы сказали, историки нового времени, эпохи модерна. И все меняется в этот период в общественном мнении. И вот в этот же период эпоха Петра, она также как бы дает нам ключ к пониманию процесса, почему возникли особенно тесные русско-испанские связи, почему в этот период начинаются активные географические открытия и так далее. Мое сообщение в основном посвящено как раз испанской династии Бурбонов, которая, придя к власти, почувствовала некую необходимость восстановления русско-испанских отношений этого периода. И вот я бы хотел обратить внимание, что в этот период в странах Америки, в новом свете эта династия проводит совершенно новую политику экономическую. И это время централизации, это время создания то, что мы называем испаноамериканского фронтира, особой совершенно политики в новом свете, особенно в регионе Новой Испании. И вот изучая этот процесс, наши студенты и, собственно, мы преподаватели, мы обратили внимание на особенности испанской колонизации. Эта испанская колонизация значительно отличалась от английской колонизации, от русской колонизации. Ну и здесь большую роль как раз играли некоторые моменты, связанные вот с общим изменением ситуации в мире. Ну, прежде всего, обратим внимание на роль церкви. Католическая церковь, которая участвовала в колонизации, активно участвовала в колонизации этого пространства, особенно вот если мы возьмем Нижнюю Калифорнию, то здесь, конечно, католические миссии шли одновременно с конкистадорами, с освоением. То есть одновременно основывалась в Новой Калифорнии в период начала XVIII века и некие крепости военные, и одновременно устраивались католические миссии. При этом роль католической церкви была исключительно велика вот в тех событиях. Мы понимаем, что испанская колонизация отличалась английской тем, что католическая церковь была некое покровительство над индейцами, над теми территориями, которые в этот период присоединяли. И здесь очень важным являются вот те экономические институты, которые сформировались вот в рамках Испанской Америки в этот период. Например, такая форма, феодальная форма, как инкомьенда. Когда мы говорим об этом, мы понимаем, что земельные участки вот как раз в Испанской Америке предоставлялись в обмен на предоставление защиты со стороны церкви и образования. Там просто прописывалось слово «эдеквацион», то есть образование. То есть, соответственно, в этот период церковь вела определенную важную миссионерскую деятельность. Это было тоже... И на это мы тоже должны обратить особое внимание. В то же время, придя к власти, Бурбоны несколько пытались ограничивать влияние церкви, которое было определяющим в колонизации. И некоторые реформы начала XVIII века, они пытались как-то усилить светскую власть в противовес власти церковной. И в этот период мы видим наступление испанского государства, новую регламентацию и так далее. То есть, мы видим, что в этот период политика Мадрида стала меняться, меняться в сторону неких таких новых явлений, светских явлений, которые получили распространение в целом в Европе в период реформации, в период этих новых явлений, которые имели уже место и во французской, и испанской политике и так далее. Кроме того, нужно обратить внимание на особый этнический состав странах Латинской Америки. Именно в этот период в странах Латинской Америки возникло некое этническое единство. Это было связано, что 80% всех тех, кто участвовал в колонизации Испанской Америки, были лицам мужского пола, сюда в основном пребывали. Тех, кто мужчины, которые в состоянии были пересечь океан. И вот начались активно в этот период процессы метисации. В этот период фактически Латинская Америка превращалась в такой некий единый этнический конгломерат. Причем наличие испанской крови даже минимально делать любого человека, который проживал на территории Испанской Америки, равным другим. Даже капля испанской крови превращала индейцев, превращала тех лиц, которые были результатом вот этих совместных браков, делала их равноправным гражданином. И это вот особое такое, особое свойство, как раз отмечаемое в этот период. Стремясь расширить налоговую базу, бурбоны предоставляли гражданство практически всем жителям Испанской Америки. Они платили налоги, они активно участвовали в экономической жизни. И это в какой-то степени, может быть, вот этот самый подход роднит российскую колонизацию, колонизацию в Русской Америке, в этот и в последующий период с испанской колонизацией. В то же время испанская колонизация, английская колонизация выглядела совершенно по-другому. Если мы помним, в основе английской колонизации было протестантское движение, отношение к местному населению в английских колониях, как вы помните, было следующим. То есть англичанину, протестанту, высадившемуся в Америке, не ставилась задача каким-то образом вовлечь индейцев в общество, в колониальное общество. Наоборот, индейцы изгонялись, их считали красными дьяволами. Ну и если мы возьмем результаты английской колонизации, то результатом стало истребление индейцев и создание резервации в этот период. Но мы видим, что вот бурбонская политика и политика Петра I, она в какой-то степени заложила те основы, которые как бы привели к особым отношениям между странами. И вот в XVIII веке мы видим, что в результате вот этих отношений там не так все развивалось просто. Но тем не менее, вот возникло некое единство колониальной политики. Но в международных отношениях, конечно, главную роль играет не результат действия держав в тот период в северо-западной части Тихого океана. Основную роль играла европейская политика. И часто Россия использовала против, скажем, Османской империи свои отношения с Испанией. И вот это такой интересный момент, на который мы обратили внимание, изучая этот вопрос. И мы видим, что Русская Америка, помимо всего прочего, оказалась втянута в целую систему новых международных отношений и стала таким значимым фактором как раз в международных отношениях XVIII века. Прежде всего, конечно, второй половины XVIII века. Но и нужно отметить, что и Петр I также пытался использовать в своих союзах против Османской империи Испанию свои отношения с Филиппом V, прежде всего, с представителями Бурбонов и так далее. То есть мы видим, что и эта тема, которую следует изучать в будущем, как Русская Америка влияла на международные отношения от начала и первой половины XVIII века. Вот эта тема, мне кажется, очень перспективна для изучения. И я сейчас вот тем молодым исследователям, которые этим занимаются, как раз хотел бы обратить внимание именно на этот сюжет. Безусловно, я бы хотел обратить внимание, что множество еще проблем, которые следует изучать, они могут быть востребованы. И вот особенно я бы говорил о том, что вот сейчас молодые исследователи как раз и могут изучить эти проблемы. И вот Александр Юрьевич Петров, будучи в Испании, сумел привести большое количество документов, получить эти документы. И вот опыт работы студентов с этими документами как раз очень хорошо показывает, что необходимо эту тему изучать. И эта тема должна, я призываю как раз студентов попытаться участвовать в работе как раз нашего научного направления. Ну и хотел бы им также призвать их вот как раз к активной работе, поскольку уже проложен путь. То есть группа, созданная Александром Юрьевичем Петровым, она выполняет очень важную работу, мне кажется, и фактически происходит некий переворот, мне кажется, даже вот в изучении этой темы, именно темы, связанные как раз с Русской Америкой, Новым Светом и всем комплексом тех международных отношений, которые в этот период складываются. Спасибо за внимание, я только хотел превратить, так сказать, вот к этой теме, привлечь ваше внимание. Пожалуйста. Владимир Николаевич, большое спасибо за интересное выступление, но я по традиции прокомментирую некоторые ваши очень важные мысли. Ну, начнем, наверное, с последнего. Действительно, у нас вышла монография о России, Испании на северо-западе Тихого Итлиана второй половины XVIII века, где Владимир Николаевич являлся одним из основных авторов, переводчиков при ее подготовке. Но я знаю, что сейчас у нас, раз уж мы это затронули, то я думаю, что стоит сказать всем об этом. В подготовке этой книги приняли участие сотрудники и преподаватели, студенты Московского государства лингвистического университета. Это очень сложный перевод с испанского языка того времени на русский язык. Являясь ответственным, в общем, редактором этой книги, могу сказать, что вот Владимир Николаевич проделал огромную работу, безусловно, без него сложно представить себе, чтобы эта книга вышла. Ольга Владимировна Нешкес, которая является аспиранткой у Анны Александровны, проделала очень большую работу по сбору документов и приведению их в нужный вид. Анна Александровна, заведующая кафедрой испанского языка, проделала огромную работу в организации переводчиков, студентов, во многом, кстати говоря, которые показали себя с лучшей стороны. У нас будет вот выступление Юлии Загадулиной, которая в скорое время не расскажет об испанских архивах. Поэтому мы назовем это, у нас будет еще презентация на эту тему. Мы об этом скажем, мы всех пригласим еще раз. Но это очень важно. Значит, а теперь, что это подчеркивает, вообще знание языка. Вот у нас, еще раз говорю, обращаясь к студентам англосферы, это очень важно. Не только английский, испанский, мы будем использовать китайский язык, французский язык мы сейчас используем. То есть это мультиязычность, которая без этой вообще мультиязычности освоение сейчас современное русской Америки достаточно сложное. Вот вчера наша дискуссия на английском уже языке, ряд студентов присоединилась, мы ее проводили, показала, что знание терминологии является очень важным, конечно, в освоении не только английского, но и ряд языков. Владимир Николаевич, очень здорово, что вы обратили внимание на общность колониальной политики, на политику Петра I и Филиппа V. Мне понравилось то, что вы сказали об испанской колонизации, и о том, что капля крови испанцев, она меняла восприятие, а вот английский протестантизм, а здесь еще и русская колонизация. Знаете, вот это вот очень интересная мысль. Я бы, конечно, и вас попросил в дальнейшем подумать, может быть, написать действительно хорошую статью на эту тему. Это будет действительно новое слово в науке. Поэтому вам большое спасибо за прекрасное выступление. Сейчас...